Более подробно эту тему обсудим с Дмитрием Снегиревым, военно-политическим аналитиком. Дмитрий, рад приветствовать в эфире Freedom. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Спасибо, что нашли время. Дмитрий, давайте по направлениям. От вас короткий анализ, на чем бы вы акцентировали внимание, по направлениям и самым горячим точкам. Пожалуйста. Я бы в первую очередь акцентировал увагу на дальнейших тактических успехах оккупантов на Покровском направлении. Тяжелые бои ведутся в районе населенного пункта Прогресса. Оккупанты пытаются выйти на непосредственный контроль над трассой Покровск-Константиновка. Это основная трасса, в которой осуществляется локация Сил обороны Украины. Ротация личного состава, вывоз раненых и, соответственно, подвоз БК. Основная задача оккупантов на данном направлении – это попытаться взять под контроль господствующие высоты и, соответственно, фланговым охватом попытаться, еще раз подчеркиваю, выйти на непосредственной контроль над трассой. Почему попытаться? Расстояние до трассы, за разными оценками, до 5,5 километров. Само продвижение оккупантов к непосредственно данной трассе – это порядка 1 километра в месяц. С одной стороны, мы можем говорить об соответствующих угрозах со стороны Российской Федерации в моменте дальнейших тактических успехов, но, с другой стороны, следует делать акцент на действиях Сил обороны Украины по предотвращению подобных негативных моментов. Кроме этого, следует отметить резкую активизацию боевых действий на Харьковском направлении. Я отмечу, недавно руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Буданов заявлял о возможности активизации российского наступления, извиняюсь, на северном направлении. Вот именно северное направление – это Харьковская и Сумская области. В Харьковской области мы видим резкую активизацию боевых действий в районе Волчанска и, соответственно, в районе Глыбоке. На данное направление переброшены подразделения 155-й бригады морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации. Кстати, следует отметить, что в свое время в ходе боев за Угледар данная российская бригада понесла колоссальные потери в живой силе и технике. Еще следует акцентировать внимание на Торецком направлении. Это, опять-таки, бои в районе Пивничного и Нью-Йорка. Но здесь, несмотря на все усилия российских оккупантов, массовое использование штурмовой авиации, системы реактивного залпового огня и тяжелых огнеметных систем дальнейшего продвижения нет. Но основная задача – это непосредственно установление контроля над Торецком. Это господствующие высоты и расстояние до Корловки не более 10 километров, что, соответственно, давало возможно силам обороны Украины держать под контролем тыловые базы накопления российских оккупантов. Ну и, соответственно, опять-таки, попытаться отрезать логистические пути сообщения сил обороны Украины. На Краматорском направлении следует отметить успешные действия вооруженных сил Украины в моменте предотвращения дальнейших продвижений российских оккупантов вглубь украинской территории. В первую очередь, речь идет непосредственно о боевых действиях в районе Часов-Яра. То есть, несмотря на все усилия оккупантов, а это так называемые мясные штурмы, на данном моменте, кстати, зафиксировано перед дислокацией, тут очень показательный момент, иностранных наемников. В первую очередь, это граждане стран Африки и Непала, которые их используют в качестве пушечного мяса для прорыва позиций вооруженных сил Украины. Кроме этого, используют, соответственно, для мясных штурмов подразделения оккупационной армии, которые прошли боевое слаживание в течение полутора, максимум двух недель. То есть, говорить о боеспособности данных подразделений не приходится. Но Российская Федерация пытается даже путем использования откровенной, еще советской тактики мясных штурмов, решить для себя основные задачи – установление контроля над Часовьяром и, соответственно, господствующими высотами, которые позволяют держать под огневым контролем значительные территории контролируемых районов Донецкой области. Речь идет о контролируемых вооруженными силами Украины. Ну и следует отметить активизацию оккупантов на Купенском направлении, бои в районе Стельмахивки. Опять-таки, речь идет о том, что оккупанты пытаются таким образом растянуть усилия вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, отвлечь, соответственно, резервы Генштаба вооруженных сил Украины с Волчанского, Лепцы и Лыбоке на прикрытие направления возможного прорыва российских войск в районе Стельмахивки и, соответственно, в районе Купенска-Купенска-Узлового. Вот как раз вы начали говорить спасибо вам, что коснулись других направлений Харьковской области. Немножечко добавим информацию, что там происходит, и вас попрошу также прокомментировать. Хотя также вы вспомнили Покровское, да, вот наравне с Покровским сейчас происходят активные бои также и в Запорожской области Ореховское направление не забываем. Следим за всеми, да, на сегодняшний день и населенными пунктами, где продолжаются и точатся бои. Если говорить о Харьковском, российские оккупанты готовят, готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области. Они пытаются накопить технику и войска. Об этом рассказал Николай Волохов, командир подразделения ТЭРа, третья отдельная штурмовая бригада вооруженных сил Украины. По его словам, армия Российской Федерации не прекращает, так сказать, уязвимые места в украинской обороне, но вооруженные силы Украины ее успешно сдерживают. Мы сейчас его услышим и, с вашего позволения, Дмитрий, продолжим. Противник пытается проявлять активность, но он забит в блиндажи, потому что мы не даем ему развернуться. Поражаем его бронетехнику, артиллерию, и он здесь дышит не так свободно. Но армия Российской Федерации не так слаба. Она продолжает штурмовать украинские позиции, ищет слабые места. Мы проводим контратаки и совершаем маневры, чтобы сорвать планы российских оккупантов. Николай Волохов, командир подразделения ТЭРА, 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины в эфире марафона «Едыни-Новыны». 10 мая началось наступление Харьковской области для Российской Федерации не так успешно, каким бы хотелось, и вооруженным силам России. Вот есть очередная попытка. Возможно, это не та попытка и не такого плана, как это было 10 мая, но все же. Поэтому, Дмитрий, хочу, чтобы мы также прокомментировали, вот эти попытки, это все-таки такие, скажем так, способы увидеть какие-то, возможно, как вот сейчас сказал военный в нашем эфире, увидеть слабые места обороны Украины, либо же все-таки это попытки наступления и захвата дальнейших территорий Украины. Ну, давайте говорить о том, что вы уже, в принципе, и акцентировали внимание на том, что активизация не только на Харьковском, но, соответственно, на Запорожском направлении. Это как раз тактика прощупывания оборонных позиций вооруженных сил Украины, поиска слабого, так называемого, звена, где, соответственно, можно будет на низкий удар целью прорыва позиций сил обороны Украины и развития дальнейшего тактического успеха. На Харьковское направление, еще раз подчеркну, зафиксировано передислокация оперативных резервов оккупационной армии. Но следует отметить, что благодаря поинформированности украинского разведсообщества наносятся удары не только, соответственно, по территории Украины. Речь идет об оккупированных районах Харьковской области. Это глубина продвижения российских оккупантов от границы 8, максимум 10 километров. Но, и главное, что мы должны понимать, по территории Российской Федерации, речь идет о Белгородской области. За последние сутки было нанесено ряд ударов по территории Белгородской области по законным военным объектам. В первую очередь речь идет о местах постоянной дислокации личного состава оккупационной армии. Кроме того, сообщается и о нанесении удара по полевым складам СБК. То есть, превентивные меры сил обороны Украины с целью недопущения введения в действие оперативных резервов оккупационных войск. Еще, Дмитрий, важно касательно левобережья Херсонской области. Недавно появилась информация о том, что из Крынок отошли силы обороны Украины. Но буквально на днях в нашем эфире господин Братчук сообщил о том, что все равно Крынки остаются в серой зоне и под огневым контролем сил обороны Украины. Насколько Крынки и в целом данный плацдарм создает неудобство для российских оккупантов в продвижении и в дальнейшей оккупации территории Украины именно на том участке? Давайте говорить о том, что в моменте украинских плацдармов, а это не только Крынки, в зависимости от оперативной ситуации, может быть, от 8 до 10 украинских плацдармов на оккупированных территориях левобережья Херсонской области, сосредоточено до 64 тысяч личного состава оккупационных войск. Поэтому действия сил обороны Украины в моменте, опять-таки, отвлечения резервов российских оккупантов и возможных прорывов на данном направлении более чем продуктивны. Это следует понимать. Да, мы отошли с Крынок, но сохранили присутствие на левом берегу. Речь идет о том, что левый берег Херсонской области находится полностью под огневым контролем сил обороны Украины. Используются два фактора. Правый берег, который контролируется вооруженными силами Украины, он выше, то есть это географический фактор, плюс, соответственно, тактико-технические характеристики западного вооружения, которые в полтора-два раза по своим тактико-техническим характеристикам, а именно дальность поражения, превышают аналогичные советские и российские. Это и позволяет наносить точечные удары по позициям оккупационных войск. Кстати, подтвердилась информация об успешном ударе сил обороны Украины по командно-штабному пункту группы войск Днепр. Причем на момент нанесения ударов на данном командном штабном пункте находился командующий группировкой российских войск Киплинский, который получил тяжелейшие ранения. Это информация российской стороны, а это свидетельство того, что, соответственно, Украинское разведсообщество, Главное управление разведки Министерства обороны, владеет информацией о перемещении, местах дислокации, ну и, соответственно, силы обороны имеют возможность нанесения таких точечных ударов по высшему командному составу оккупационных войск. Дмитрий, огромное вам спасибо за вашу аналитику, за ваши комментарии. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, с нами был на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.